Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Когда я говорил о бизнесе, я говорил, что бизнес, как правило, сначала зарождается, потом он развивается и приносит какие-то достаточно большие деньги, и этим надо заниматься. Но в конце концов практически каждый бизнес с практически стопроцентной вероятностью уходит, разоряется. И что остается у нас в сухом остатке? Только то, что мы вывели из бизнеса. А теперь давайте посмотрим на нашу жизнь со стороны. Точно так же, как бизнес, такие же фазы. Сначала мы рождаемся, взрослеем немножечко, учимся, потом и ничего не зарабатываем. Потом у нас есть достаточно большой активный период жизни, когда мы зарабатываем деньги. Мы работаем, занимаемся бизнесом и так далее. То есть у нас активный период есть. И неизбежно этот активный период когда-то заканчивается. У спортсменов это происходит где-то с 35 лет. Понятно, что естественно, что на смену спортсменам приходят новые, потому что уже невозможно так работать так же интенсивно. У спортсменов это особенно заметно. А у простых людей, ну, все равно после 45-50 лет все равно снижается активность. И в любом случае мы постепенно снижаем свою активность. И в конце концов наступит день, когда мы не сможем больше работать. И что остается в сухом остатке у нас? А только то, что мы сделали вот в период активного образа жизни. И, ну, принято считать, что вот в 60 лет возраст выход на пенсию. И, в принципе, это нормально. До 60 лет еще можно сохранять такую достаточно хорошую активность. После 60 уже вряд ли. Но продолжительность жизни непрерывно растет. И вы знаете, что очень много людей доживает до 90 лет. И нет никаких препятствий, в принципе, для того, чтобы прожить и до 100 лет. То есть от 60, ну, как минимум до 90 лет, еще 30 лет жить. И при этом вряд ли удастся работать. На что мы будем жить. Давайте вот представим ситуацию. Нам 60 лет. Что у нас в сухом остатке остается после этого? К чему мы стремились в активный период жизни? Мы стремились хорошо жить. Мы окружаем себя красивыми вещами, хорошими вещами, гаджетами всякими. Мы покупаем квартиры, обставляем. Обстановочка красивая, хорошая. Машина хорошая, крутая. Дача, может быть, у кого-то, так сказать. Ну, какие мечты у всех. Вот примерно все такое. И вот мы прекратили работу. Настал вот этот радостный момент. И мы привыкли жить, скажем, там кто-то на 40 тысяч, кто-то на 100 тысяч в месяц, кто-то на 400 тысяч в месяц. И вот прекратилось. И после 60 у нас пенсия 10 тысяч. Некоторые, значит, не могут до пенсии даже доработать и уходят там по инвалидности. Например, пенсия по инвалидности 6 тысяч. И таких случаев сколько угодно. Вот в моей жизни, пожалуйста, я не буду переводить примеры просто. Ну, их полно. И что делать? В результате мы остаемся. У нас крутая машина, квартира крутая. У нас все хорошо. Но все это надо содержать. И начинает что-то ломаться. Вот. Ну, вот недавно у меня посудомойка сломалась. Там кофемашина ломается. Кофемашина сломалась, но в кофеварке можно варить посудомойка. Можно посуду помыть в раковине. Стиральная машина. Ну, тут уже, так сказать, ну как, надо покупать. Что делать? Уже, может быть, не такая крутая. Или там постирать в ванне можно. Но машина ломается. Мы неминуемо, неминуемо либо влезаем в долги, либо хорошо, если есть все вот это вот, достаточно крутое. То есть можно все это продать. И все, что мы накапливаем, называется пассивы. Это все, что тянет у нас деньги, забирает деньги. И все бы ничего, пока мы зарабатываем эти деньги, пока у нас есть приток денег. Но когда мы, приток прекращается, это неизбежно произойдет денег, то мы уже не можем содержать вот эти наши пассивы, которые нужны нам для повышения качества жизни. И качество жизни неминуемо падает. Что нужно делать, чтобы качество жизни не упало? А нужно сделать так, чтобы в результате нашей вот активного периода действий мы должны создать не только машины, квартиры и так далее, но еще источники, которые будут нас поддерживать, финансировать, чтобы мы могли содержать вот это вот все. Именно об этом я постоянно говорю. Именно этому посвящен мой канал, как создать вот источники пассивного дохода. Именно это главное, я считаю, потому что я сам на себе это испытал в свое время, когда я вот стремился там и машины, и квартиры, и прочее. Значит, вот я уже достроил дом трехэтажный, и вдруг внезапно я взял и упал. И упал в буквальном смысле, потому что у меня сильно закружилась голова, и это был практически инсульт сердца. И у меня есть люди, знакомые, которые просто этого не выдержали. Есть люди, которые ушли из жизни просто при этом по причине сердца. То есть раз и все. Вот, но у меня, например, ситуация усугублялась тем, что в этот момент у меня были маленькие дети, там 4 и 6 лет детям. И что я оставил им? Да ничего, в общем-то. Я понял, что вот они в трехэтажном доме, машины и все есть. А ничего, они не смогут существовать. Поэтому я понял, что главная цель – это создание источников пассивного дохода, чем я сейчас и занимаюсь. Вот, а прямо сейчас я хочу предложить вам просто подумать, какие сейчас у вас есть источники пассивного дохода. Какой ваш пассивный доход? То есть то, что вы не на работе зарабатываете, а где-то независимо от вашей работы вам идут деньги. Наверняка, наверное, это есть у вас. И какие это источники пассивного дохода? Проценты по депозитам. Большинство людей считают, что депозит достаточно там 50-100 тысяч рублей, скажем. И я думаю, что сейчас ставки по депозитам падают, ну, предположим, даже 10%. 10% от 100 тысяч – это 10 тысяч в год доход. Или 1 тысяча, меньше чем 1 тысяча, там 600 рублей в месяц. Это если у вас 100 тысяч депозит. Но у большинства таких депозитов нет. Вот. Что еще можно? Ну, я рассказываю всем про кэшбэки всякие. Это тоже. То есть мы живем, тратим деньги, как обычно, только вот с карточки. И за счет кэшбэков тоже какие-то деньги есть. Вот. Ну, собственно говоря, практически все. Если даже вот у вас есть там накоплено вот такие большие какие-то, ну, можно сказать, активы, да, там, квартиру можно продать, например, дачу можно продать и на это жить или сдавать. Но не получается, потому что если мы в течение вот активного образа жизни к этому не приспособлены, не приучали себя вот к этому, к наращиванию источников пассивного дохода, к их поиску, то у нас ничего не выйдет. То есть даже если, например, вот у вас крутой дом, значит, или дача там какая-то, которую можно продать там за 10 миллионов рублей. Вот. Но даже если вы продадите, то куда вложить? Можно вложить, но если нет опыта, то с большой вероятностью эти деньги просто растворятся. Потому что нет опыта, и там есть огромные риски, к этому надо приучать себя. И приучать к этому себя надо постепенно, последовательно. Вот что я хочу сказать. То есть в течение активного вот периода жизни необходимо, я убежден, и я в этом хочу убедить всех людей, в том, что необходимо выводить по чуть-чуть, маленькими долями, 10% от своих доходов откладывать на будущее, вот на тот период, в который мы будем жить. И чтобы уже учиться, вот, начиная с небольших сумм, начиная с небольших сумм, учиться инвестированию, учиться делать так, чтобы вот эти вот деньги, во-первых, сохранить, во-вторых, значит, сохранить с хорошей доходностью, выбирать хорошие финансовые инструменты, и для того, чтобы их накопилось достаточно много, чтобы уже как-то прилично жить. Ну, вот расчеты у меня показывают, я это в предыдущих видео рассказывал, что достаточно где-то, ну, в районе, там, 6 миллионов рублей, и уже будет нормальная доходность. Пассивный доход, там, ну, оценится, там, 50-100 тысяч рублей в месяц, но это уже что-то, это нормальная добавка к пенсии, которая составляет 10 тысяч, независимо от ваших доходов, которые были практически независимы, ну, если вы, там, не какой-то генерал. В основном-то люди простые. И с чего начать? Маленькие шажочки. Да очень просто. Во-первых, надо начать интересоваться этим. Во-вторых, ну, просто взять и купить облигации, как минимум. Если денег чуть больше... Облигации стоят, минимальная сумма, на которую можно купить облигации, ну, тысяча рублей, буквально, тысяча рублей, и постепенно откладывать их. Облигации дают, если депозит в банке дает сейчас 7% доходность годовых, то облигации запросто можно там 12, 14, 16% вполне надежно вкладывать. Вообще никаких проблем. Потом, есть инструменты, такие как модельный портфель, который дает более высокую доходность, правда, и он более рискованный. Есть вложения в зарубежные накопительные программы, которые, ну, это просто на будущее, которые... Деньги в валюте. Ну, смотрите, вот 5 лет назад я открыл, или 6 уже, зарубежную накопительную программу. У меня были тогда очень высокие доходы, и, значит, я открыл накопительные программы в евро. Тогда евро стоило в районе 40 рублей за евро. И таких программ, ну, две программы было открыто на меня, и две на жену. Две тысячи евро в год по каждой программе мы откладывали. То есть, четыре тысячи в год евро я откладывал, четыре тысячи в год на жену. То есть, получается, восемь тысяч евро в год. Пока у нас были высокие доходы. Посмотрите, мы их откладываем, они там лежат надежно, и они там растут. И растут там где-то доходность в районе от 3 до 5-7% годовых в валюте. Это было в 2011 году, в 2012 мы начали. Вы знаете, в 2013 году, в 2014 был кризис, и, значит, там валюта резко выросла в цене. И что получилось? Мы вложили, скажем, 8 или там 10 тысяч евро по цене 42 рубля за евро. Сейчас евро, оно сначала резко выросло там до 90-100 рублей за евро, потом немножечко упало. Но сейчас евро стоит 70 рублей, вот на сегодняшний день стоит евро. А мы его покупали за 40. То есть, в рублях сумма увеличилась. Она увеличилась не только в рублях, но и в евро, и она опережает инфляцию. То есть, это один инструмент. Второй инструмент, здесь инструменты, которые я предлагаю, это облигации, акции, это модельный портфель. По-любому. Вот, недавно посмотрел аналитику. Четыре года назад акции Сбербанка стоили 80 рублей. Да я это помню, я сам пытался купить акции Сбербанка. Сейчас акции очень сильно упали Сбербанка. Очень сильно. Но сейчас они стоят 150 рублей. То есть, вложение в акции Сбербанка, вот тогда, когда я начинал, то есть, меня учили, когда там трейдингу, мне показывали на примере Сбербанка, говорит, вот за 800 рублей мы можем купить акции и продать. Как вот, купить-продать. А сейчас, для того, чтобы купить и продать точно так же минимальный пакет акций Сбербанка, 150 рублей, полторы тысячи надо уже. Понимаете? То есть, в два раза сумма выросла, вложение в акции. При том, что акции Сбербанка сейчас упали. А они были уже там за 200. И, по-любому, то есть, в большом тренде это растет, вложение в акции. И, по-любому, если вы положили деньги в Сбербанк, понимаете, да? Один вариант. Второй вариант. Вы положили деньги в акции Сбербанка. Вот и считайте, сколько у вас было бы деньги, если бы вы положили в Сбербанк на депозит 4 года назад, и сколько, если вы в акции. То есть, ну, мне кажется, есть разница. По-любому есть. А модельный портфель позволяет управлять при помощи финансовых советников, которые советуют, куда перекладывать. И 2015-2016 годы дали доходность по 30% от модельного портфеля. Потому что там грамотное управление. То есть, вот такие простые инструменты, они позволяют жить за счет пассивного дохода, который мы создали в течение вот того времени. И начинать здесь можно с небольших сумм. Вот что важно. Там 10 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч. И постепенно наращивать их. И в предыдущих видео я уже рассказывал, что, значит, там оценка, это в районе 6-10 миллионов рублей мы должны накопить к 60 годам. И это происходит постепенно. И мы постепенно уже формируем у себя сознание инвестора. Вот что важно. Потому что, если мы вот накапливаем какие-то недвижимости, кто-то говорит, кто-то говорит еще что-то, ну, вы это продадите и очень быстро проедите. То есть, ну, скорее всего, вы раздадите просто долги, которые накопились к этому моменту. Вот и все. То есть, машина была крутая. Вы пытались ее содержать, как-то влезли в долги, продали. Потом, значит, долги все равно, значит, за дом. Значит, там надо ремонтировать что-то, еще что-то. Вот, опять же, влезаем в долги, за долги продаем дом, лишаемся. А жить уже не на что. И в результате приходим к тому, что нам приходится жить на вот эту самую пенсию в 10 тысяч рублей. Неминуемо. Потому что у нас нет сознания, не сформировано инвестора. А это именно вот то, что надо делать в активный период жизни. Поэтому, друзья мои, создавайте источники пассивного дохода. Смотрите мои видео о том, какие источники пассивного дохода. Есть у меня, они совсем маленькие. Совсем маленькие. Я расскажу, наверное, буквально в следующем видео. А на сегодня все. Подпишитесь на мой канал. С вами был Демитрович Юрий. Пока.